Самые незаурядные устилимцы показывали свои таланты на творческом фестивале-конкурсе «Удивительные люди», который состоялся во Дворце культуры имени Наймошина. Концерт проводился в рамках празднования 45-летия города. Доктор Ватсон и мистер Холмс, ставшие ведущими конкурса, объявили, что будут искать самые удивительные личности. В так называемую коллегию для опознания вошли 12 уважаемых людей, таких как мэр Устилимского Киль Тулубаев, председатель Иркутского областного совета женщин Галина Терентьева, председатель совета ветеранов Татьяна Кошельникова, а также другие представители различных сфер нашего города. «Показ талантов» – это совместный проект управления культурой администрации города, декана Наймошина, а также местного отделения партии «Единая Россия». Участником мог стать любой устилимец, обладающий выдающимися способностями. Привлечь одаренных и помочь им реализовать себя – главная цель мероприятия. Первым посчастливилось выступить Ивану Попову, нашему балалайшнику, который добился огромных успехов в игре на струнных инструментах. Звучали песни и стихи о родине, музыкальные произведения собственного сочинения. Зрители удивляли фокусами, спортивными наградами, поделками из бересты. Удивительные люди – это те, у кого за плечами большой жизненный опыт, участие в различных мероприятиях как городского, всероссийского, так и мирового уровней. Выступали и совсем еще молодые, но уже успевшие добиться немалых высот. Благодаря конкурсу «Удивительные люди» городу стали известны новые имена и необычные таланты наших творчески одаренных земляков. Выдающаяся дюжина была удостоена подарков и нагрудных медалей первого фестиваля. Организаторы рассчитывают, что конкурс станет традиционным, и мы продолжим знакомиться с удивительными людьми устилимска. Дарья Мозгалева, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Вечер поэзии «Мой город, как сказка, воспетый стихами» прошел в минувший вторник. Встреча в литературно-музыкальной гостиной также посвящена юбилею устилимска. Читать свои стихи и петь песни собственного сочинения пришли почетные граждане города, первостроители и все граждане, которые внесли и продолжают вносить вклад в то, чтобы память о городе осталась на страницах книг, литературных журналов и альманахов. Тебя, мой милый город, не погиб, ведь не понять, когда и почему. Моей души забрал ты половину, а пол души мне права ни к чему. Главными героями стали и всегда будут первостроители и легенды нашего города. Иван Демьянник, Михаил Рябиков, Анатолий Герасименко, Сергей Берестень, приехавшие в 70-х на строительство ГЭС, города и ЛПК, а также трассу «Мужество» Братск-Устилимск. Некоторые из них пишут стихи о городе и о его возведении. По тропе поднимемся на сопку, где лежат, как лоси валуны, оттуда улицы поселка и дороги дальние видны. Ты увидишь, здесь, как на ладони, трасса ленты рыжей лежит, как стекло машины на подъеме направляют зайчику зенит. Для тех, кто приехал в наши края совсем юными, горевшими ударными стройками, Устилимск – это все. Первостроители рассказывали, как и откуда попали в суровую тайгу, делились рабочими моментами, счастливыми вечерами у костра. Но и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, их жизненная позиция все такая же активная. Их объединила любовь к городу. Как нам рассказала заведующая отделом клубных формирований ДК «Наймушина» Галина Смолькина, такие литературные встречи стали уже традиционными, а их главная задача – это, конечно, воспитание молодежи. Ветеранам труда хочется привить ребятам любовь к этому прекрасному городу, передать им свою гордость. Помимо авторских прочтений стихов, произведения наших поэтов читали и подростки из пятой школы, и лауреат областного конкурса стихи «Опаленые войной» Лидия Огнева. Со слезами на глазах и дрожью в голосе вспоминали ветераны дорогие и памятные сердцу дни всесоюзных строек и делились воспоминаниями с пришедшими. Стоит отметить, что школьники тянутся к изучению этой страницы нашей истории с большим интересом. В конечном счете все ради них. Дарья Мозгалева, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город».